Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Карачаево-Черкесия. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня. Кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10. Температура ночью 13-18, днем 25-30. И во второй половине дня будет сильный дождь с грозой и градом. В горах ночью до плюс 11, а днем до плюс 20. В Черкесске ночью без существенных осадков. Во второй половине дня. Кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 16-18, а днем 28-30 градусов тепла. Наша сегодняшняя гостья – многогранная творческая личность. Несмотря на свой молодой возраст, она успела окончить курсы артистов мюзикла. Проработала некоторое время в Германии. Сейчас пишет сценарии и учится на режиссера. Зовут нашу гостью Халимат Гергокова. И с ней в эти минуты в нашей студии встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Халимат. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, пришла сегодня к нам в гости. Я наших зрителей хочу познакомить вот с таким интересным творческим человеком, как ты, поближе. Я хочу сказать о том, что ты сейчас учишься на режиссера киношколе «Киностарт». Но об этом чуть позже. Ты закончила курсы как актриса мюзиклов в Санкт-Петербурге. Откуда интерес к этому жанру у тебя появился? Интерес к жанру появился еще с ранних лет. Я ходила в музыкальную школу, занималась по классу фортепиано. И меня позвали также на вокал. И мне это очень стало нравиться. Мои родители, когда я уже выпускалась из школы, узнали о том, что есть в Санкт-Петербурге в Институте культуры курс мюзикла. И я пошла пробовать туда поступить. Ну, как актриса мюзиклов, ты была в Германии, работала там какое-то время. Ну, вот расскажи об этом этапе своей жизни. Мой педагог по джаз-танцу, она по совместительству работала агентом. Ну, и сейчас, наверное, работает. И она увидела мои данные и сказала, что есть возможность поехать работать в Германию. И я согласилась. Что касается вот этого сейчас твоего увлечения режиссурой, ты решила работать теперь по ту сторону камеры, как вот происходит сейчас в твоей жизни? Почему ты вдруг не певица, а вдруг режиссер? Вообще я с детства очень ребенок с воображением была. И мне нравилось всегда что-то представлять, какие-то свои миры, скажем так. И сперва, так как я выступала и много пела на сцене, у меня все еще было такое желание все-таки показать миру именно не то, что другой человек, например, хочет, как я бы выступила, а именно что я хотела бы показать. И я смотрела много кино, и мне пришла мысль, а почему бы и не попробовать? И вот когда я узнала о том, что здесь есть курсы в Черкесске киношколы, я решила, надо попробовать. Но насколько я понимаю, ты хочешь быть не столько режиссером, сколько сценаристом? Ну, не совсем верно. Я просто не знала, как приступить к режиссуре. И чтобы ближе подобраться к профессии, я решила, надо узнать, что это такое, как это пишется. Наверняка же есть какой-то сценарий. И пошла на сценарные курсы в Петербурге еще тогда. Но все-таки есть творческая мечта снять кино свое собственное? Есть. У меня очень много проектов в голове, и немного из них как заявки сейчас на бумаге. И пишу тоже один сейчас еще сценарий, касаемо нашей республики тоже. Мне остается пожелать тебе только успеха. Я знаю, что ты очень многогранная личность и уверена в том, что у тебя все получится. Творческих успехов тебе. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Следующий выпуск «Вестей» в 14.30 с Ашемезом Пхешховым. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин